Можно ли мыть посуду с керамическим покрытием в посудомойке? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать что такое керамическое покрытие. Как и любое другое покрытие, это по сути краска. Наносит ее особым способом, но тем не менее ваша сковородка, что тефлоновая, что керамическая, по сути крашеная железяка. Все мы знаем как плохо сидит краска на металле, достаточно чуть задеть острым предметом и вот она царапина. А на алюминии, а большинство сковородок делают именно из него, краска вообще сидит очень плохо. Поэтому для качественного покрытия металлов как правило используют химическое окрашивание, сталь воронят, а алюминий аноксидирует. Но разговор не об этом. Итак у нас есть кусок алюминия, покрытый слоем краски. Есть такое понятие как температурное расширение, и у разных материалов оно идет с разной скоростью. Так вот если сковородку нагреть и резко охладить, например налив в нее холодной воды, то алюминий и покрытие будут сжиматься с разной скоростью, от чего на покрытии образуются микротрещины. Именно по причине разницы температур в нашей стране такие хуевые дороги, а вовсе не потому что их строят дураки. Дело в том что на летнем солнце асфальт нагревается, от чего расширяется и на нем образуются мелкие трещинки. Само по себе это ничем не грозит. В тех же жарких и пустынных штатах США дороги тоже все потрескавшиеся от жары, но тем не менее ровные. Жопа начинается когда приходит осень, а потом зима. В эти трещинки набирается вода, которая зимой замерзает. А все мы знаем что в отличие от остальных веществ которые при понижении температуры сжимаются, то вода наоборот при превращении в лед расширяется. И это самая внезапно расширившаяся вода, и разрывает те самые трещинки превращая их в ямы. Собственно в тех же штатах где бывает зима, дороги тоже все латаны и перелатаны. Так что качество американских дорог это миф. Точно так же и на сковородке, от постоянных температурных перепадов микротрещины растут, и в конце концов покрытие портится. Поэтому какая бы не была дорогая сковородка, при частом использовании срок ее службы 2-3 года, после чего ее надо бы заменить, чтобы не жарить на чистом алюминий. Так что дорогая сковорода, очень глупая покупка. Лучше на эти деньги купить 3 подешевле и не хай не блять портится. Точно так же нужно относиться и к мытью сковородок. Если моете руками, то дайте сковородке остыть самостоятельно, а не заливайте ее холодной водой. Что касается мытья в посудомойке, то если сковородку мыть нельзя, на ней самой или ее упаковке будет оршинными буквами об этом сообщено. Лично у меня несколько сковородок с керамическим покрытием. Но мыть в машинке упаковка запрещает лишь форму для выпечки как раз с тефлоновым покрытием. Особых перепадов температуры в посудомойке тоже не возникает, даже если после цикла мытья в горячей воде начинается полоскание в холодной. А вот некачественный порошок может испортить покрытие, если он слишком абразивный. С другой стороны, слишком абразивный порошок может испортить любое покрытие, по принципу пескоструйной машины, которой полируют автомобильные диски. По этой же причине ни один вменяемый стоматолог не согласится на чистку зубов по технологии Airflow. Это по сути пескоструй и есть, который отдирает эмаль с зубов как краску с дисков. Так что запаситесь качественным средством для посудомоечных машин и мойте себе посуду с керамическим покрытием. Этим сковородкам уже около года, я их мою в посудомойке и никаких проблем пока с ними не испытываю. Да и как же иначе, ни одна уважающая себя европейская хозяйка не будет тратить свою жизнь на то чтобы стоять в позе буквы ЗЮ над раковиной и скоблить эти сраные сковородки. Да и водопровод там дорогой, воду они экономят. Поэтому производитель, чей товар боится посудомоечной машины, сильно рискует остаться без покупателей.